Маткульт, привет всем! Нардкульт, привет! Тимур Азизов, член сборной России по нардам! По Багамону! По Багамону! Здравствуйте, Алексей! Сейчас расскажешь всё. Спасибо, что пригласили. Привет, Тимур, дорогой! Спасибо, что ты пришёл. Ну что ж, у нас, так сказать, серия игровая, наверное, уже завершается сегодня. Ну, точнее, вот этими роликами, связанными с нардами. Хотя, если у кого-то будет ещё какая-то суперигра, ну, пишите, посмотрим. Вот, так что после, что у нас было? Го было? Рэнзю. Рэнзю были, да? Вот. Шахматы, наверное. Шахматы, конечно, были, да? И теперь у нас нарды! Поехали, точнее, Багамон. Итак, ну, наверное, для начала я расскажу об инвентаре. Вообще с нуля просто. Почему нарды и бэкгамон — это близкие вещи? Да-да-да, конечно. Какое они находятся друг к другу? Безусловно, да. Можно сказать, что существует в мире очень много разновидностей игры в нарды, но я специалист по бэкгамону, и сегодня вся беседа наша будет именно об этой игре, об игре бэкгамон. Если я вдруг случайно во время нашего ролика скажу нарды, нардист, все должны понимать, что я имею в виду именно бэкгамон, именно эту игру. Переходим к рассказу об инвентаре. Что нам нужно, чтобы сыграть в бэкгамон? Доска. Двадцать четыре игровых поля, разделенные на четыре четверти, по шесть полей в каждой четверти. Так. Фишки. По пятнадцать фишек у каждой из сторон. Цвета могут быть самые разнообразные. Я видел зеленые фишки, синие, это совершенно не имеет значения. Главное, чтобы у соперников шашки были разные. Так. Теперь что еще? Это зары. Можно назвать их зары, можно назвать их... Кубиками, да? Кости или кубики, да. На самом деле нам не так важно, как они называются, а что на них выпадает. И стаканчики. Броски выполняются из стаканчиков. Ага. Да, вот. Это... Можно я тоже? Да, конечно, Алексей. Пожалуйста. Да, да, да. Вот. Семь. Значит, это зары и стаканчики. Да. И, конечно, куб удвоения. Куб удвоения это замечательный инструмент, который превращает бэкгамон из игры азартной, из игры стратегической в игру еще и экономическую. И о кубе удвоения у нас в дальнейшем будет особый разговор. Вы поняли, да? То есть на каждой стороне два вкаты, где к равно 1, 2, 3, 4, 5, 6. Степени двойки, совершенно верно. И дополнительное оборудование это счетчик очков, потому что в соревнованиях по богомону играются матчи до определенного числа очков. А я смотрю, марч 9, думаю, 9 марта, а это матч 9. Матч до 9 очков. То есть участники набирают очки, переворачивают и участникам видно, какой счет в матче и зрителям, соответственно, тоже видно. Все понятно. И еще один прибор, это шахматные часы. Все соревнования по богомону проводятся с часами. Выставляется определенное время. На сумму ходов? На матч. А есть блист на ардену? Есть, есть. Да, конечно. А там 5 или другое какое-то количество минуты? Две минуты на матч. Две минуты на матч. Каждому по две, да? Каждому по две минуты. Тыщ. Тыщ, да? И однажды за свою долгую карьеру в богомоне мне удалось выиграть матч по времени. Только один раз. Позиция моя была совершенно безнадежная, но у соперника закончилось время. Так бывает. Клево. Так, теперь переходим к цели игры. Да. Богомон можно отнести к гоночным играм, к играм на скорость, где задача состоит в том, чтобы выполнить определенную цель раньше соперника. Так. В чем же состоит эта цель? В чем? Итак. И какие мои, красные или белые? Алексей, вы играете белыми шашками. Белыми шашками. Давай на ты, давай на ты. Хорошо. Алексей, ты играешь белыми. Алексей, ты играешь белыми шашками. А ты, Тимур, играешь красными. Совершенно верно. Вот эта четверть называется дом. Вот этот. Это дом. Да. Как мы видим, у тебя в доме уже пять шашек. Да. Твои шашки ходят против часовой стрелки. И на первом этапе мы условно разделим игру на два этапа. На первом этапе нужно все свои шашки, 15 штук, собрать вот в этой четверти, то есть в доме. Мы будем кидать зары, и постепенно шашки твои из этой четверти будут переходить в эту четверть, эти шашки будут переходить в эту четверть, да? И в конце концов они все должны оказаться в доме. Понятно, да? Понятно, только непонятно одно. Да. А именно если у меня выпало так, что этот вот на твои падает, что происходит? Сейчас мы это обязательно рассмотрим. Безуслов, мы пока просто про цель игры, да? Цель, понятно. Цель собрать шашки в доме. Мои шашки идут по часовой, то есть они движутся навстречу друг другу. И моя цель собрать шашки вот здесь, в доме. У меня дом вот здесь, то есть твой дом здесь, а мой вот здесь, да. То есть я должен завести свои шашки, да, постепенно завести их вот сюда, вот в эту. А вы вот в эту, ты вот в эту, извини. Так, да, дальше. Затем, когда твои и мои шашки будут в доме, мы переходим ко второму этапу. Это скидывание или снимание шашек с доски. Тоже мы будем кидать зары. И по значению определять, какие шашки и сколько в данный момент мы с доски снимем. Кто первый снимет все шашки с доски, тот и выиграл. Так, ничьей в богомоне быть не может, потому что кто-то обязательно сделает это раньше. Но кто-то ходит первый, и это преимущество или нет? Это маленькое преимущество, да. Теперь давайте посмотрим, как мы будем в реальности выполнять эти задачи. Сначала нужно определить, кто ходит первым. Берем один зарик, я беру один зарик, вы берете, Алексей. Так, ты кидаешь сюда, я кидаю сюда. Давай. Так, один-один. Прекрасно. Что сделать надо? Перебросить, конечно, потому что непонятно. Нужно, чтобы больше получил. Нужно, чтобы кто-то выиграл, да. 4-4, смотрите. Прекрасно. Мы не репетировали. 5-4. Да. Выиграл Алексей. Я хожу первый, да? Алексей, ты ходишь 5-4. Именно вот этот бросок. А-а-а. Ух ты. То есть тот, кто выигрывает тот, у кого больше. А то, что он исполняет, это вот то, что выиграл. Значит, какие возможны варианты, да? Значит, ты можешь пойти вот этой, например, шашкой на 4. 4, да, сначала на 4, раз, два, три, четыре. И ей же ты можешь пойти еще на 5. Можно до конца, да? Можно сюда, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Или этой 4, а этой 5. Этой 5 мы ходить пока не можем. Вот я как раз хотел спросить. То есть в эту клетку ходить нельзя? Потому что здесь больше, чем одна шарка. Совершенно верно. А, на одну класть можно? Да, да. А на 2 и более нельзя. Сейчас мы введем очень важное определение. Значит, ну пока что. А что еще вопрос? Да. Можно следующие 5 распределить, что это 2, а это 3? Нет, конечно. Нельзя. Нельзя. То есть либо одна фишка ходит двумя костями, либо одна одной костью. Совершенно верно. Вот так, да? То есть мы можем пойти 4 здесь, 5, например, вот здесь. Да, 5 здесь. Или 4 здесь, 5, например, вот здесь. Ну да. Да. А на свой можно ставить? На свой? Да, да, конечно. Сколько угодно. Сколько угодно. На чужой только на 1? Да. Вот сейчас мы введем очень важное определение. Ну давай я пойду? Да. Допустим, давай я пойду. 1, 2, 3, 4, 5. Прекрасно. Так, ну теперь бросок мой. Мне выпало 5, 1. 5, 1. А, ну то есть 5, 1. Что я могу сделать? Я могу пойти, допустим, 5 и ей же 1. Ну да. Или могу пойти 5 здесь, 1, например, здесь. 1, например, здесь. Или 1 сыграть, например, здесь. Да? Мы пока не говорим, что хорошо, что плохо. Если бы ты был ноздрев, ты бы сейчас пошел и так, и так, и так, и так. Наверное, да. Я бы не заметил. Наверное. Так, хорошо. Ну, допустим, 5, 1 я сыграл здесь. Да. Теперь вводим очень важное определение. Это пункт. Так. Пунктом называется поле, на котором скопилась более чем одна шашка одного цвета. Вот это уже пункт. И вот это тоже. Например, если в процессе игры у меня 2 шашки окажутся здесь, это тоже будет пункт. И что мы про него можем сказать? Что он недоступен для посещения шашками соперников. То есть, если я выстрою подряд много пунктов, я тебя заблокирую вообще. Совершенно верно. И это одна из стратегических особенностей этой игры. Совершенно верно. А если я заблокирую, и ты вот не можешь пойти физически, что происходит? Ты пропускаешь хода? Если у меня нет ни одного возможного хода, да, я просто пропускаю хода. А если ход устроен так, что ты можешь пойти одной, а второй уже не сможешь? Да, я должен сделать все, что в силах я обязан сходить. Отлично. Например, да, вот я приведу пример, да? Ну да. Вот выпало вам, например, 6-2, да? 6-2. Ну да, но здесь-то пока много вариантов очень. Да. Например, что это значит? Что на 6 ты сыграть можешь. Да, в следующий раз на 2 уже не можешь. А 2 ты здесь сыграть не можешь. Ну, а у другой, то есть тут пока это еще не страшно будет. Да, совершенно верно. А если тут будет полный чистокол, уже будут большие проблемы. Теперь рассмотрим, что у нас может быть, если шашка стоит одиноко. Вот одна свободная шашка. Вот я могу, да? Да, давайте сейчас расставим в начальную позицию. А, то есть пока не будем доигрывать тут? Да. Тут мы пока доигрывать не будем. Расставим в начальную позицию. И предположим, что первым броском мне выпало 2-1. Да. Я могу сыграть. Вот 2-1. 2-1 я сыграл. Отлично. Шашка стоит свободная. Да. Сколько вам надо? Ну, 4-5. 4-5. И вот если тебе, Алексей, выпадет 4-5, то эта шашка попадает точно на мою. И она ее бьет. Так, чтобы она ее бьет. Существует много игр, где выбитые шашки просто уходят из игры. Это шахматы, шашки. А в богомоне происходит нет, не так. В богомоне шашка отправляется на бар. Вот этот разделитель называется бар. Но на этот бар попасть никто не стремится. Тут не наливают. Жопа, да? Можно сказать, что шашка попадает во временную тюрьму. Так, и как она может из нее выйти? И пока эта шашка не войдет в игру, остальные мои шашки двигаться не могут. Что? Пока шашка не войдет в игру, остальные мои шашки двигаться не могут. Итак, значит... А как войти в игру? Сейчас мы все рассмотрим. Значит, последний бросок был 5-4, и ты выбил мою шашку. Съел, так... Теперь мне надо шашку зарядить, ввести ее в игру. Где я буду это делать? В твоем доме. То есть в самой далекой точке от конкретной цели. Когда шашка выбивается, ей надо заново идти целой... То есть она уже дома сидит, я тебя выбил, да, уже вот сюда, и все. Ты, допустим, пошел здесь на 2, я тебя съел, и ты начинаешь отсюда... Значит, например, мне выпало 5-2. Допустим, да. Что я могу сделать? Я могу в двойку зарядить шашку, да, в двойку. И в пятерку уже пойти как можно. И где-то сыграть в пять. А, то есть дальше уже можешь. А могу сыграть, использовать для зарядки значение 5, вот сюда в пятый. Раз, два, три, четыре, пять, да, это очевидно. Могу в пять. И двойку сыграть где-то здесь. Или могу так, да, естественно. Так, тогда вопрос. Да. Что происходит, если вообще все здесь заблокировано мной? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, двенадцать, да, это... Я не могу... Ты проиграл. ...зарядиться, и я пропускаю ход. Так ты до упора его пропускаешь, да, потому что... Ты ходишь всеми своими шашками, ведешь их в дом, выполняешь свою основную цель и приступаешь к... Снятию шашек. Снять шашек. В какой-то момент... В какой-то момент ты меня освободишь. А вот если я освобожу, и здесь будет одна, ты потом можешь ее тоже снять? Конечно, конечно. Так подожди, тогда у меня уже часть снята, и я все равно должен обратно вернуться. И ты должен, да, ты должен обратно вернуться, и только потом приступать к хидерам. Да. А, но те, кто снял, уже снял. Снял уже, да, уже снял. Безусловно. То есть в этой игре возможны очень большие перевороты. Что я еще хотел сказать про заряжаемость шашки. Помнишь, мы говорили, что пункт недоступен для посещения шашек соперника. Да. К зарядке это так же относится. Например, если мне выпадет 6-6, я должен зарядить шашку в шестерку. Но шестерка занята. Знаешь, ты пропускаешь ход. Значит, я пропускаю ход, ход переходит к тебе. А если мне выпало, например, 6-1, да, то у меня выбора нету. Ну вот и сразу. Обязан зарядиться в единицу и где-то сыграть шестерку. Либо ей, либо где-либо. Либо пропустить ход, если нигде нельзя. Да, совершенно верно. Может ли такое быть, что на баре окажутся две шашки у меня? Ну, наверное. Наверное, может. Да. Вот сейчас мы рассмотрим. Съел еще одну. Рассмотрим этот пример, да. Допустим, на первом ходу я сыграл 6-2. 6-2. Имею право. Полное право иметь. Ну, а я от Сода сыграл там вот так. И съел обе твои шашки. Ну, вот давай конкретно посмотрим, каким броском ты можешь сбить сначала эту, а потом эту. Ну, в данную секунду... Что тебе должно? В данную секунду никак, по-моему. Есть вариант. А нет, 6-4. Совершенно верно. Я не заметил, что есть 6, да. 6 и тут же ее на четверке. Две шашки баина на бар. Да. Теперь, значит, если мне выпадет что-то типа 5-4 или 5-2, у меня выбора нет. Я заряжаюсь в пятерку. И заряжаюсь в двойку. И мой ход на этом заканчивается. Да. А если ты смог только одну выставить, вторая продолжает ждать. Совершенно верно. Вот, например, 6-2, да. Шестерку я зарядить не могу. В двойку зарядил и ждешь дальше. В двойку заряжаю. Это остается ждать. Пропускает ход и ход переходит к сопернику. Теперь, что еще мне важно рассказать, как играть куши. Кушь это бросок, когда два значения, оба значения равны. Да. Если бросок, допустим, 6-2, мы будем называть кушь. Мне больше нравится это слово. Хорошо, да. Что это будет? Значит, если бросок у нас не кушь, например, 6-2, значит, я хожу, ну, вот 2 и 6, да. Ну да. Все, ход завершен. Так, а если... Если мне выпал кушь, то это значение я должен сыграть четыре раза. То есть, кушь это такой бонус. Это хорошо. Это шесть-шесть, например. Шесть-шесть, значит, шестерку ты ходишь четыре раза. Ну, вот, например, 2-2 мне выпало, да? Значит, я двойку играю четыре раза. Причем я могу сыграть где угодно. Ну, например, вот так? Нет, я иду сюда. То есть, вот так? Нет, это один. Я должен сыграть двойку. Вот так, например, да? Две сюда и сюда, да. Можно и другие? То есть, четыре, на самом деле, у тебя четыре хода. У меня четыре хода двойкой. Совершенно верно. Например, раз, два, три, четыре. Вот, ну, все. Ну, так я могу тебя поесть. Да, это я сделал, да, совершенно верно. Я сделал не очень удачный ход, но просто я продемонстрировал, что ходить можно. Да, то есть, ты подставляешься, когда оставляешь много единиц. Да. В народах первое правило, это что нужно, чтобы единиц было как можно меньше, да, у тебя? Иначе ты подставляешься их под тюрьму, да, и их подставляешь. Ну, иногда так, иногда совершенно не так. То есть, так однозначно рассуждать нельзя. Ладно. Теперь, помнишь, Алексей, когда моя шашка была здесь, мы рассматривали вариант, что ты меня съел. Опасно ли это для меня в данном случае? Ну, неприятно, но не более того. Потому что моя шашка легко зарядится сюда. Мне сейчас главное что? Мне главное не кинуть 6-6. Ну да, тогда вообще-то свой прекрасный куш протратишь на пустой год. Когда все, что угодно мне выпадет, я заряжусь и буду двигаться дальше. А вот теперь представим, что этот пробой произошел в тот момент, когда у тебя вот здесь уже... Уже полно. Да, да, да. То есть, как бы вообще задница полная. Вот этот пробой будет для меня опасен. Да, уже будет. Очень опасен, да. Потому что потом ты не вылезешь. Поэтому... И особенно, когда просто все уже занято. Когда все занято. Тогда все. То есть, единая шашка в этом случае, это почти проигрыш в игре, да? Это очень близко к проигрышу, да. Практически. То есть, либо какое-то виздение должно быть жуткое, да? Либо... Значит, вот из того, что я рассказал, в данный момент, ну в самом примитивном приближении мы можем сказать, что богомон. Это игра, в которой нам надо завести шашки в дом и скинуть их раньше соперника. Богомон это игра, в которой мы стараемся не оставлять свободные шашки. Потому что их могут сбить, да. И богомон это игра, в которой мы стараемся застроить дом пунктами, чтобы если мы у соперника подобьем шашку, ему было бы сложнее зайти в дом. Да, да, понятно. Вот это то, что мы знаем и то, что может нам уже помочь двинуться дальше. Предлагаю сыграть партию. Я все жду, когда мы сыграем. Давай играть. Значит, Алексей, давай с тобой сыграем не из начальной позиции, а из... Чтоб долго не играть. Да, чтоб долго не играть, просто разыграем сюжет. Давай, давай. Значит, сюжет будет такой. Часть шашек у нас уже будет в доме. Уже мы пришли, а часть шашек будет где-то на подходе. Ну, мы, конечно, поставим позицию симметричную, чтобы шансы были равны, да. Так, давай. И продемонстрируем, как мы ведем шашки в доме. Ну, в отличие от шахмат, здесь же все зависит еще от хода косточек. Безусловно. Поэтому нет понятия, там, скажем, этюд, там, победа военходов, там, что-то такое. Да, такого нет, такого нет. Потому что все зависит от... Ну, давайте, давай вот так, да, сюда, сюда, сюда. Симметрично. Ну, давай. Положим вот так. Значит, сразу скажу... А, подожди, так сейчас мы уже каждый у себя, и все. Да, то есть мы играем позицию бесконтактную, так называемые. У нас просто скорость. Нам надо быстрее зайти в дом и скинуть... И скинуть... Скинуть шашки. Похоже на игру на везение уже просто. В данный момент, да. В данный момент, да. Потом у нас будут сюжеты более интеллектуальные. Да, но тут просто, на самом деле, так как здесь вообще, по сути, неважно в какой последствии, да, на самом деле... Надо просто завести шашки. А, из дома ты его кидываешь тоже направо, да? Да, вот сюда, да, совершенно верно. Все, ну, давайте играем. Просто я хочу сказать, что... Кому повезет, да, больше. Начинающие нарклисты, вот им выпало, например, шесть, да, и они хотят шашку завести в дом. Они считают, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, попали. А они время просто просрут все. Дело не во времени, дело в том, что этот ход можно сделать автоматически. Итак, если шашка стоит вот здесь, на втором поле, и выпала шестерка, совершенно очевидно, что и в этой четверти она придет сюда же, да? А если выпало пять, значит, она придет сюда, на одну раньше. Ну, да. То есть, опытные спортсмены, они не считают, они просто видят автоматически, куда этот шашек придет. Ну, да, но я в детстве очень много играл в монополию, и мы просто наизусть же сразу знали, от какой клетки попадаешь, и все, не считая. Ну, что? Кидай. Давай. Кидай. А это потом, да? Это потом, да. Про это мы поговорим потом. Ну, ладно, типа я начинаю, да? Ну, да, да. Ну, давай я как бы применю это как шесть. Хорошо. Шесть, четыре. Вот я играю шесть, но это и, допустим, четыре. Так. Шесть, три. Так, а мне нужно вначале высадить сюда, а потом уже... Это как? Нет, вначале здесь, потом высаживать. Да, сначала надо все завести в эту считать. Шесть, прекрасно. Ну, давай три. Три здесь. На самом деле эффективнее уже заводить в дом именно. Да? Да, естественно. А почему? Ну, а какой смысл в этом ходе? Лучше, чтобы она уже была в доме. Давай, да. Я, правда, мне кажется, что это коммутирует. На самом деле так эффективнее. Так эффективнее, да. Почему? Четыре, четыре. О, тебе хорошо повезло. Значит, я играю четверку четыре раза. Да. Раз, два. Отлично. Эту в дом три. Ну, и вот эту тоже в дом четыре. Так. Да. Догоняй. Да, нужно 6-6. Почти, почти 6-6, да? Так. Так, значит, этот сюда пошел. Да. И этот сюда пошел. Прекрасно. Ух, как ты хорошо. Встало неровно. Так. Надо перекинуть. Обе, да? Зар, обе. Зар должен стать идеально ровно. Мне не повезло, было бы 6-5, да? Зар должен стать идеально ровно. Два, четыре, два, три. Так, ну вот этой шашкой я просто сюда заведу. Так, значит, нужно 6-6. Нет. Так. 6-3. Прекрасно. 3-1. Ты завел полностью. Просто завел. Ну, я сейчас тоже заведу. 5-1. 1. И 5 скидывай. Вот эту, да? Нет. А, эту. А, тут же... А, слушай, я понял, в чем дело. Не надо отправлять подальше, потому что скидывает любой ход, который больше этого самого. То есть отсюда, например, что 3, что 4, что 5, что 6? Нет, это отвечает только за тройку. Вот эта шашка. Это за четверку, это за пятерку, это за... Нельзя скинуть с помощью шестерки ее? Нет. То есть надо ждать, сидеть и ждать, да? Надо ждать, пока выпадет эта числа. Ух ты. Да, сейчас мы все увидим. О, тут есть искусство. То есть тут распределить поровнее. Ну, распределить, да, распределить нужно. Ну, а дальше надеяться на везде. Так, 4, 3, вот я скидываю, да, мне прям пришло, две шашки я скидываю сюда. Так. 6, 6. Хрен с маслом. Значит, эту ты скидываешь. Да. А двойку надо где-то сыграть. Например, так. Да. 3, 5. Вот я две скидываю. Прекрасно. Конечно, молодец. 6, 6, дайте. Алексей. Ой, нет, 6, 4. Алексей. Значит, правило, да, еще одно. Я кидаю на эту сторону. А, извиняюсь. Ты кидаешь только на эту сторону, да. Только на эту сторону, да. 6, 6, опять. 4, 3. Так. 4, скидывай. 4, скидываю, конечно. А 3 давай вот так. Лучше так, да. Там, где слишком много, нужно туда, где меньше. Меньше, но это очевидно. Так. Так, что, 4, 1, да? 4 я скинул. 1 перешел. Ну, допустим, здесь, да. 5, 3. Все есть. 5 скинул. Да, и 3 пошел. А зачем? Эффективнее всегда эффективнее. Ой, а всегда скидывать лучше, да? Скидывать всегда лучше. Всегда лучше. Если есть возможность, скидывать лучше. Да, 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 понял. Кстати, еще, да, вот, допустим, мне выпадет камень 5, 4. Я, естественно, как рациональный игрок скинул, но правило не запрещает мне сыграть, допустим, 5 и 4. Ну, да, понятно. Это возможно, но это не рационально. Но правило... 1, 4. 4, 1. Ты одну скинул, одну куда-то отправил, да? Да, что-то я подостал. 5, 4. Обе, да. Да, пятерка и четверка уходят. 2, 1. Что такое? Так, 2. 6, 6. Я все прошу, 6, 6. Ну, ни хрена. Я, кстати, тоже ничего не могу скинуть. Ни одной. Да. Так, ну, давай так. Правильно. О, 5, 3. Ты уже по скидывал. 5, я скинул. А 3 куда-то. 3 вот здесь, конечно. Так, ну ладно. 6, 5. Это очень хороший басок. Очень хороший басок. 5, 2. 5 скинул. Слушай, а правильно... Ну да, давай, доходи. И скажи. Да. Если у меня сейчас 6, 6, я могу только 2 из них использовать. Нет, нет. Ты скидываешь 4 шашки. Почему? Потому что, если ты скинул вот эти, за шестерку отвечает уже следующее. А, дальше можно. Да, дальше можно. А, ой. Совершенно верно. Сейчас. Старшим ходом можно скинуть плачевую. А вот если тебе выпадет 5, 5. Ну, давай посмотрим. 5, 5. Вот 5, 5. Ты скинешь вот эту шашку. А дальше? Дальше пятерок у тебя нет. Ты должен сходить 5 здесь. Да. 5 здесь. А вот эту уже ты можешь скинуть. То есть после этого. После, но не до. Но не до. Совершенно верно. Вот так было, да. Ага. Ладно. Ну, посмотрим. 4, 3. Тройку я скидывал. А четверку? Четверку я... Так. Давай-ка к единице скину. Возможно. Так, мне надо догонять. Догонять, да. Очевидно. 3, 5. Вот ты уже. 5 у меня нет. 5 у тебя нет. 3 у меня есть. А вот пятерку я обязан сходить. Ты не можешь скинуть. Эту я не могу. Потому что это еще есть. Это четверка. Еще у меня есть возможный ход 5. Еще есть возможный ход 5. Так, все понял. 4, 3. Хрен мне с маслом, да? Да. Но зато у меня шашки, соответственно, именно вот так они встают. И сейчас уже я буду скидывать. Да, сейчас вот. То есть этой шашкой, этой шашке подходит и 3, и 4, и 5, и 6. А, ну все, тут щадящий, тут не надо ждать сидеть. Да, ждать, ждать не надо. О, ты 5-3, ты догоняешь. А, нет, ты не догоняешь. Ты ходишь на 5 и ходишь на 3. Это единственный, по сути, твой ход, да? Отпоротительный, аппоротительный просот. Блин, так, стой. Выпала вот такая штучка из этой. Вот отсюда, наверное. Так, значит, теперь 1, 1. Вот смотри. 1, понятно. Да. А нужно 4 раза. Нужно 4 раза. Так, тогда, наверное, 2, 3, 4. Нет. Нет? А, 2, 3, 4. Еще лучше, наверное, вот так. Да, наверное, да. Наверное, одинаково, я думаю. Потому что, если тут начинают с двойки, все годится. А тут начинают с тройки. То есть, как бы, вот так стоит у меня. Ну, в любом случае. У меня вот, если будет там, там, двойка и двойка, да? Да, то в любом случае скинешь-то все. А если двойка и двойка вот тут, то я их сразу все. А если двойка и двойка здесь? То же самое. Ну, ладно, давай лучше так. Хорошо. Больше нравится. Это, на самом деле, здесь мне не принципиально. О, ты пошел скидывать все подряд, да? 5, 3. Да, ты догоняешь, ты догоняешь. 24. Ну, я скинул обе, да? Итак, что я должен, чтобы выиграть? 4, 4. 5, 5 и 6, 6. 4, 4, 5, 5 и 6, 6. 4, 4, 5, 5 и 6, 6. Только эти подходят. В остальном. Все, да. Ну, давай. Ну, давай, я в тебя верю. Нет, 5, 1. Все. А ты уже можешь... У меня 1-1, если будет. А, все. Все, у тебя нету плохих бросков. Все, у меня нету плохих бросков, да? Алексей, первый наш матч. Ты выиграл. Поздравляем. Это был матч на везение. Так, теперь разыграем следующий. Да, давай на умение. Разыграем следующий сюжет. Значит, сюжет я расставлю, конечно. Так. Так. Сейчас будет зацеплением, да, сюжет? Сюжет зацеплением. О, блин. Так. Так. Это тоже популярный сюжет. Очень много геймов в Бэкгамоне заканчиваются именно такими сюжетами. Значит, представим, что твои шашки уже все пришли в дом. Так. Он не симметричный, да? Что? Да, этот сюжет будет не симметричный. Да. Так. Допустим. Да. И, допустим, часть шашек ты уже скинул даже, да? Допустим, они уже... Итак, значит, если в предыдущем сюжете для нас главное было скорость, то есть чем быстрее мы выкинем, тем лучше, то в данном случае по скорости белые уже явно опередили. Я по скорости явно проиграл. Означает ли это, что шансов на победу у меня нет? Конечно нет. В Бэкгамоне возможно абсолютно все. И если действительно... Ты меня в тюрьму сейчас засадишь? Имею шанс. Пока еще нет. Вот, допустим, бросок мой 6-6 мне абсолютно не помогает, да? Даже если я выведу вот две шашки сюда, ну, очевидно, что по скорости я проиграю. Мои шашки еще... Ну, то есть ты можешь выпрыгнуть? Я могу выпрыгнуть, но... Поэтому в случае хода 6-6 ты скорее будешь здесь. А у меня... Я вынужден буду ходить, у меня здесь уже ходов нету. Но что касается игры белых, да, то их основная задача не оставить голую шашку. Да, я это понимаю. Это основная задача. Очевидно, да. Поэтому в данном случае ты уже будешь руководствоваться соображениями безопасности. Конечно. Например, бросок 6-2, да? Ты можешь скинуть 6 и 2, можешь. Но тогда ты оставишь голую шашку и все. Поэтому как ты сыграешь бросок 6-2? Дай подумаю. Ну, 6 ты скинуть обязан, естественно. Ну, 6 скинул, а это сюда. Да, естественно. То есть ты делаешь все, чтобы не оставлять голых шашек. Потому что я могу ее выбить, а здесь уже у меня плотно все. Ты не сможешь зарядиться. Рассмотрим бросок 4-2. Ты можешь безопасно абсолютно скинуть 4 и сыграть двоечку сюда. Согласен? Но вот здесь у тебя появится дырка. И следующие броски могут оставлять свободные шашки. Например, бросок 6-2. Вот следующий. Да, шестерку ты скинешь, а двойку ты уже безопасно сыграть не можешь. То есть ты в любом случае оставишь. Поэтому бросок 4-2 лучше всего сыграть просто 4 и 2. Да, понятно. Сохраняя вот эту структуру. Да, понял. Не играть на скорость, а играть на сохранение. Понятно, да, Алексей? Все понятно. Играем, да? Смотри, что еще хочу рассказать по правилам игры. Предположим... Я все хочу играть. Да, сейчас будет. Ну ничего, ничего. Давай, еще давай. Иногда белым не удастся сохранить эту структуру. Иногда не получится. Допустим, тебе выпал бросок 6-5. Да, 6-5. Как ты его сыграешь в данном случае? Вот мы рассматриваем бросок 6-5. Придется... Придется скинуть, да? Только один вариант, да. И если я попаду, да. Теперь рассмотрим вариант, что я не попал. Да. А кинул что-то типа 2-1, да? Ну, допустим, да. Положен 2-1. Ну, пошел куда-то. И вот теперь очень интересный момент. Тебе надо сыграть 6-1. Рассмотрим бросок 6-1. Что ты будешь делать? Дай подумаю. Дай подумаю. Дай подумаю. Дай подумаю. Дай подумаю. 6-1. 6-1. 1. 1 и 6. Совершенно верно. Да, вот многие об этом забывают. Они автоматически скидывают 6 и потом думают, где бы 1. Да. И опять оставляют удар. Опять оставляют удар. Да, все понятно. А есть возможность в данном случае вот таким хитрым, но совершенно легальным способом избежать удара. Понятно? Да, понятно. Все хорошо? Конечно, понятно. Теперь... В некоторых случаях все-таки может не повезти и она будет... Конечно, конечно, да. Тогда скорее всего... И это игра. Это игра. Ничего не делаешь. А разыграем мы с тобой, Алексей, следующий сюжет. Значит, когда сзади осталась одна шашка. Да. Одна шашка. Это тоже интересный сюжет. Итак, предположим... Предположим... Да. У нас вот такая ситуация. Да. Эта шашка, конечно, знала, что ей нужно в дом, но по каким-то причинам сбежать ей не удалось. Да. И обрати внимание, что у тебя шесть пунктов подряд. То есть, даже если моя шашка подойдет сюда, она перепрыгнуть все равно не сможет через... Да, да, да. Она не прыгает. Она не прыгает. Семерки пока еще не придумали. Значит, вот эта структура называется прайм. О! Когда у тебя шесть пунктов подряд, это называется полный прайм. А, прайм? Прайм. Не прайм, да. Прайм. И, значит, твоя задача сейчас, в данном случае, да, будет этот прайм постепенно заносить в дом. Значит, что мы должны делать? Я просто расскажу технологию. Я могу съесть ее? Никакого смысла нет ее есть. А, она вернется сюда же. Да, я понял. Она вернется сюда же, ко мне. Твоя задача не разрушать вот это дело ни в коем случае, чтобы шашка не выкопнула. А вот этими свободными шашками нужно делать следующее. Подводить их постепенно сюда, ставить одну из них вот сюда, да, вот именно на это поле. И дальше свободными шашками ее закрывать. Понятно. Потом у тебя останется вот эти шесть, да? Да. Дальше уже вот эти шашки станут свободными. Понятно, да. Постепенно заводить сюда, накрывать. А дальше? Дальше все равно придется ее съесть. А дальше съесть и выкидать. Но именно надо делать это в конце. Это попунктно. То есть сначала этот пункт, потом этот, потом этот. Так надежнее всего. Даже если я тебя съем, ничего страшного в этом нет. Потому что через твой прайм я все равно никогда не перепрыгну. Понятно? Нет, если ты меня съел, я же должен сюда выставиться, а там же жопа. А это все уйдет, естественно. Потому что я буду вынужден ходить. А, в конце концов я выставлюсь. Да, в конце концов ты выставлюсь. Вот давай... А, подожди, так ты можешь начинать скидывать ими ее здесь? Нет, конечно. Я должен все шашки... Тогда же я тоже не могу. Сейчас все будет хорошо. Сейчас все будет хорошо. Ужасно интересно, да. Я не понял. Уверен, что все получится. Давай, давай, давай. Ага. Так, поехали. Третья оставляем и постепенно двигаем эти. Да. Это шесть, это два. Да, предположим. А я вынужден ходить, я же не могу пропускать. Ты должен ходить этой. Шесть у меня нету. Значит, я играю сюда. А, три у тебя есть. Три у меня есть. То есть ты пока скидывать не имеешь права? Не имею права никакого. А ходить можешь? А ходить могу. Ладно. И даже обязательно. Шесть, три. Шесть. Ну и три. Пять, один. Ты пошел. Я хожу, пять обязан ходить. Ну могу здесь один, могу здесь. Это не... А, это неважно. Ну, что она здесь встанет, мне от этого не легче. Интересно, что сейчас будет происходить. Пять, один. Так, значит, так. Тебе надо поставить шашку вот сюда. Лучше ее сразу съесть. Сразу сверху накрыть. Да, потом. Сейчас, подожди. Давай, давай посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Сказал я как новичок. Ну, давай приготовь. Давай, давай, приготовься. Теперь я бросаю. Стараться сам соображать. Так, четыре, два. Четыре, два. Ты можешь пойти к... Ну, допустим, я два, здесь четыре. Так, значит, теперь мне... Вот теперь у меня получается, что ты меня немножко подпер, да? Подпер. То есть мне... Ну, допустим, шесть, шесть, четыре тебе идеально будет. Я ее съем, да, просто? Да, ты сделаешь в этом месте, пункт свой, да. Так, у меня один-один. Так, ну, я могу ее съесть и сверху поставить, да? Лучше всего вот просто вот этой съесть. Одной. Да, раз-два. А-а-а. Конечно. Тебе ни в коем случае нельзя разрушать вот эти шесть... Да, нет, я просто если одной съем, я оставлю одну. Голубь оставишь. Лучше этого не делать. Лучше не делать. Давай лучше я съем вот этими двумя. То есть это съел, это пошел. Да, можно. А, соответственно, это сюда, это сюда. Можно. Но смотри, Алексей, что в этом случае произойдет? У меня появляется возможность зарядиться в четвертую и убежать. Да. Потому что ты разрушил свою структуру. Подожди, подожди, давай подумаем. Давай подумаем, как сыграть камень. 1-1 отличный. 1-1 хороший ход, да? Очень хороший ход. Так, сейчас подожди. Просто надо не спешить. Я сейчас подумаю, я сейчас подумаю. Значит, 1-1. Ну, одной я все равно, как по-любому, по-любому съедаю. Без, да. Съедаю, да? Значит, я ее съел. Теперь мне нужно три хода сделать. Правильных, да? Три правильных хода. 1-1. Да, и при этом сохранить прайд. 1. Так, допустим. 1. Да, да. Ничего страшного. То, что она остается открытой, тебя не должно смущать. Вот смотри, даже если я ее съем, я все равно не выпрыгну. Никогда. Да, я помню, она остается открытой. А ты спокойно зайдешь и сюда. Тебе главное не нарушать вот эту структуру свою. Так, 4-2. Двойку я сюда пошел. 4 обязан сюда ходить. А, то есть ты выпрыгнул. Да. А я продолжаю тебя давить. 6-1. Значит так, стой, 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 стой. Значит, сейчас, 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 сейчас. Так, мне пока лучше сохранять все, наверное, да. Так. 6-1. 6-1. Значит, мне нужно эти переместить. Ну, если я сделаю так, если я сделаю так. А, 6-1. Браво. Правильно, да? Конечно. Я сдвинул прайд в эту сторону. Ты сдвинул всю эту и оставил 6. Вот, ты должен следить только за этим. Так, 4-2. Это не ходит, значит, я обязан ходить. 4-2. А потом у тебя здесь выстроится стена. Выстроится, но пока эта шашка не придет, я ничего не могу сделать. И тем самым уже два варианта для меня, если ты съешь. То есть уже как бы все проще-проще будет потом прибежать назад. 9-4-5. 4-5. Так. Сейчас. Значит. Так, 4. И 5. Так. Ну, как бы пока, наверное, можно сделать вот так. Можно. Но не очень. Но позиция не гибкая будет. Да. Очень не гибкая. Я предлагаю просто побить ее пятеркой. Да? Да. А четверки переместиться. Совершенно верно. Если я ударю, никакой беды не будет. Потому что... И у тебя главная вот твоя структура. Вот, ты ударил. Я могу. Давай. Давай. Давай, чтобы я посмотрел, как было происходить. Ну, допустим, 1 здесь. Так. Твоя шашка. Если мне повезет, у меня просто будет 4, 5 или 6. Да. И тогда я вышел. Нет. Нет. Значит, я пропускаю ход. Ты пропускаешь ход. А я не могу убежать той, я вынужден тебе открывать еще. Скорее всего. 1-1. 1-2-3-4. Угу. У меня вынужденные ходы, и я тебе открываю все больше. А у меня за счет ли ты? У меня за счет ли ты? Вот все, я вылез. Бежим. 6. Да. Ну и 4 дальше. Конечно. Побежал обратно. Побежать. Так. 1-1. Раз, два, три, четыре. Да, скапливается здесь. А этот бедный сидит тут, да? Все еще. Так, 7. Ну, догоняем. 3, 4. Хорошо. У меня нет ходов. Меня сейчас устраивает только единица. Да. У меня нету, я пропускаю ходов. Так, а вот мне нужно аккуратнее, да? Мне нужно... Тебе нужно 6 или 2 или 3. Сюда. Давай, 6-3. Вот, отлично. Прямо видно. Так, 6-3. Значит, так. 6 это я сожрал. Сожрал. Снова. И накрыл наверх. А 3 накрыл сверху. Прекрасно. У тебя только один ход. Не единицу. Единица. Ты вышел, отлично. А 4 у меня нет. 4 сгорело. Теперь тебе надо аккуратно ее ударить. И закрыть сверху. И закрыть сверху, да. Переброс. 5-3. Они должны оказаться в одной четверти. Вот еще какое, да? 5-1. Так. 5-1. У меня 7 сейчас в длину. У тебя 7. Вот эти уже. Лучше сделать этой 5, этой 1. Да. Например, да. Вот сюда я попадаю. Прекрасно. Мне устраивает только единица. Отлично. 1-1 сюда пошел. Толку мало. Так. У меня 6-2. Ну все, отлично. Так. Подожди. 2 сожрал. Да. А 6 пошел. Накрыл. Все. Вот ты добился цели. Я не могу зарядиться, поэтому я могу зарядиться, поэтому я могу зарядить даже не кидать. А. Кидает Алексей. Алексей заводит остальные шашки в дом. Да. 2-1. Так. Теперь тебе главное не подставиться, да? Не оставить голую шашку. Да. И скинуть, да, скинуть. Так. 1-3. Так. Ну, надо постепенно двигаться в ту сторону. А я предлагаю просто скинуть шашку. Это эффективнее всего в данном случае. А. 1-3. Нет. Нет. А. Ну, хорошо. Закрыть, да? Чтобы не было. Хорошо. Или, смотри, как можно сказать. 1-3. Это абсолютно. Это абсолютно тоже самое. 1-1. А. Лучше так. Лучше не отпускать. Пока не делать. Лучше. Ага. Да, да, да. Хорошо. Я по-прежнему стою. Вот если бы ты меня открыл, у меня бы уже появилась возможность сбежать. 1-1. Так. Хорошо. 1-1 уже, значит, видимо, я открываю в любом случае. В любом случае открываешь. Вот. Только ты подумаешь, что... Вот подальше. Потому что я уже не съел, а ты меня не съешь. Да, да, да. То есть лучше сделать 5. Да. И ее жать. А тогда я тебя могу побить. Ах ты, блин, так. Стой, конечно, вот так. Вот, конечно, так. Так, ты уже одну шарку скинул. Так, мне нужна шестерка. Очень нужна шестерка. Но зато если ты сделаешь 6, то я уже не буду волноваться за остальные. Совершенно верно, да. Мне хорошо, что ты сделаешь 6. Да, да. Переброс. Переброс. 2, 3. Ну, хорошо. 3. Скидывай. Пошел. Да. Но 2 куда-нибудь поехал. Смотри. Лучше вот этой, да. Лучше вот здесь оставлять счетные часы. Так, да. Ты сейчас делаешь 6 и все, и выйдешь. Нет, пока жду. Так, я остаюсь держаться в напряжении. 4, 1. Ну, тут можно освободить тебя. А лучше скинуть. 4, 1. Можно так сделать. А если я кину 5, 5, я очень быстро буду дома, и ты можешь не успеть скинуть. Поэтому я бы скинул просто 1 и 4. Шансов попасть в тебя у меня все равно нет. А так ты уже просто скинул. Так. Так, попасть в него. 5, нет, не вышел. Сейчас тебе освобожу пятерку, и ты выйдешь. 6, 6. Я тебе освобожаю сразу. Да, да, да. Все, выходи. Выходи. А мне надо на оборотке и на маленькую, чтобы еще посидеть. Нет, 6, 1. Все. А почему сюда вышел? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, 6, ой, извини. Это 1. Торможу. Тормоз. Саватей в тормоз. Зато теперь можно не ссать. 5. Ну и 1. Это вообще не важно. Наверное. Ну, в любом случае. 6, 2. Ты догоняешь. Ну, исход борьбы, наверное, предрешен. Ну, если только не начнут сильно-сильно не вести. Ну, тут уж. Тут уже все. Тут уже сложно представить. Алексей, и второй наш поединок. Ну, правда, у тебя было преимущество. Да, у тебя было преимущество, безусловно. Твой следующий ход и все. Да. Так, этот сюжет мы разыграли. Что я еще должен рассказать важного? Красивые кости такие, классные. Слушай, а давай, вот смотри, вот я в качестве интермедиа расскажу, где я один раз в жизни видел игру в «Нарде». Хорошо, давай. Значит, мы шли на корабле в 2000 году из «Дудинки» в Красноярск. Точнее, мы вышли раньше. Мы в «Боре» вышли, потом сели на «Скоростную комету». Побывали в Енисейске. Так вот, на корабле из «Дудинки» в Красноярск, который идет там против течения 6 дней, и на нем ехали цыгане, целый табор, который торговали техникой в Норильске. То есть они закупали ее на большой земле в Красноярске. И в 2 доллара продавали, соответственно, в Норильске. Они просто этим промышляли. Цыгане, ну там, типа, мы немножко их сторонились, потом их там мамаша такая старая, ну, видимо, жена этого самого барона. Она говорит, никогда не воруем у тех, кто наши попутчики. Ну, просто у нас такой принцип. Так что вы можете не беспокоиться. Ну, в этот момент мы расслабились и стали смотреть, как они вообще живут. Видели страшную сцену, которую я стал даже в какой-то момент стал цитировать в связи с другой ситуацией. Ну, ладно, в интернете найдете. Там полуторалетний цыган курил. Паренек вот. И вокруг ходили, говорили, «О, сын барона, круто, он курит в полтора года, вот это круто, смотри, вот он настоящий мужик». Ну, и еще они играли в нарды. Вот. Это мамаша, я купил мороженое, да, и ем. Она такая, «Дай мороженое». Я чувствую, вот, какой-то, я ничего не могу сделать, я просто просядю и даю ей мороженое. Вот, просто вот, ну, глаз, да, глаза, ну, тебя полностью, вот, ты полностью порабощен. Дай мороженое. На мороженое. Спасибо. И съела мороженое. Мне пришлось еще одну купить мороженое, чтобы скушать. Ну, ладно, короче, мы играем, значит, они играли в нарды. Я не понимал правила, но они кидали, кидали, кидали. А с нами в одной, в одном отсеке, в каюте, ехал дагестанец. Ну, я не буду его называть, потому что, мало ли что, может, там сейчас я расскажу историю, как-то всплывет. Ахмед его звали, короче. Вот, и он это самое, он смотрел, он нас еще кормил, все, он говорит, какие худые походу, давай будем сейчас кушать, кушать. Вот, мы, значит, тусили, и он как-то говорит, все, я пошел его обыгрывать. А он, значит, посмотрел, как они играют, он говорит, пришел и цыганскому барону говорит, давай в нарды. Он говорит, ты что, со мной в нарды решил играть? Я говорю, да, решил. Дальше происходила какая-то, ну, я не знаю, вот, короче, он его делал, вот, раз за разом, много раз подряд, просто вот, обыграл, просто наенный раз, он там его, они играли на деньги, цыган просто сильно-сильно-сильно проиграл. Ну, скрипели зубами, ничего не сделаешь, правило есть правило. И он говорит, все, ребята, празднуем, он говорит, я большой любитель этой игры, говорит, я знаю, как в нее играть. Понятно. Ну, давай еще что-то расскажу. Значит, я должен рассказать про счет очков в богомоне. Вот про это. Сейчас я расскажу про счет очков, и мы перейдем к кубу удвоения, безусловно. Так, вот смотри, мы с тобой сейчас разыграли сюжет, где ты скидывал шашки, и я скидывал шашки. То есть, один игрок успел скинуть все шашки, а второй не все, но хотя бы одну успел. В этом случае партия заканчивается, называется Оин, или одиночная победа, и игрок, который выиграл, набирает одну очко. Так. Но ситуация, возможно, иная еще. Допустим, у тебя уже все шашки в доме, а мои, так сказать, подстали. Они где-то еще вот здесь идут к дому. И вот они идут, идут, а ты же в это время скидываешь, да? И вот может быть такое, что ты все шашки свои уже скинул. Да, а ты еще не все привел. А я еще, или даже я привел абсолютно все, но ни одной не скинул. Итак, один игрок. Я угадал. Молодец. Все правильно, да? Тогда два. Один игрок скинул все шашки, а второй не скинул ни одной. Ни одной. Это называется Марс, и это приносит два очка. Но есть еще победа в три очка. В три? В три очка. Можно в богомоне. Смотри. А играют до девяти, то есть подряд, просто фигачит и фигачит. На самом деле, регламент прописан в положении о соревнованиях. Бывают матчи до девяти очков, бывают до семнадцати, до одиннадцати. А вот, да. Да, как в положении прописано, так и есть. Значит, как можно выиграть в три очка? Да. Предположим, ты уже скинул, да? Да. Вот эти ты скинул, мои две еще здесь. Да. Ну, ты что-то скидываешь, да? Но я ухожу. И вот здесь тебе выпадает, допустим, шесть-шесть. Все. Ты скидываешь все. И моя шашка хотя бы одна. Осталась в моей. Осталась в твоем доме. Она не успела выйти из твоего дома. Это называется кокс. И приносит выигрыш ему в три очка. Неважно, где она стоит, абсолютно неважно. Значит, первое название? Ойн. 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 Одиница. Одиница. Марс. Марс и кокс. Марс и кокс. То есть, вот если я ушел, это уже Марс, да? Да, если не успел уйти, это кокс. А если я скинул одну, то это ойн. Это уже ойн. То есть, вот в этой... А, ну да, ты же... Да, да, да. Да, круто. Понятно, да? Да. Теперь давай ближе к математике игры перейдем. Так. Поговорим вот об этом приборе. Вот, да, 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 да. Это куб удвоение. Что это? Смотри, Алексей. Значит, каждый гейм в богомоне начинается из начальной позиции, которую мы расставляли в начале, да? Да. И игра ведется на одно очко. Ну, или два, или три, если будет кокс, или... Да, совершенно верно. Но разыгрывается, да, разыгрывается одно очко. По идее, на кубе в этот момент должно быть значение 1, чтобы все понимали. Но на кубе только степени двойки. Поэтому так исторически сложилось, что куб стоит значением 64 вверх. Вот если мы видим куб в центре и 64, это значит, что пока никто не удваивал. Игра идет на первоначальную единичную стаб. Но в определенный момент один из игроков может понять, что у него в позиции преимущество. Вот он видит, что у него шашки стоят лучше, он уже где-то убежал, а соперник где-то застрял. Вот он считает, что у него преимущество. Что он в этот момент может сделать? Замечу, до выполнения своего броска. Он может взять этот куб и повернуть стороной 2 к своему сопернику. Этим он ему как бы говорит, дорогой друг, давай продолжим игру по удвоенной ставке. Мы будем продолжать игру, но кто выиграет, тот получит 2 очка. Если будет Марс, то это будет 4 очка. Если кок, то 106. И у игрока, которому предложили удвоение, есть 2 стратегии. Первая принял. Первая принял и продолжаем игру на 2 очка. Вторая отказалась. Проиграл 1 очко. Проиграл 1 очко, фишки расставляются в начальное положение, игра не доигрывает. Ясно. Значит, если игрок принял куб, ну смотри, он принял удвоение, он продолжает игру по удвоенной ставке, да еще в худшей позиции. Ну потому что тот, кто предложил, у него преимущество. Да? Потом еще раз удвоение. Наверняка же за что-то, за это что-то положено ему, какой-то бонус. И это действительно так. Теперь игрок, который принял удвоение, он становится единоличным владельцем куба и в дальнейшем он может увеличивать ставки. Сделать вот так. Совершенно верно. Если станет позиция лучше. Если станет позиция лучше, да. Если позиция останется плохой, то, конечно, этот куб будет стоять здесь, да. Ты будешь проигрывать либо 2 очка, либо 4. Но если ситуация развернется, ты покажешь мне куб. Если ты возьмешь, что ты будешь играть так, потом ты мне дашь 8. Да. До 64 доходило когда-нибудь? Ну, раз в матч до 9 очков, это физически невозможно. Нет, нет, в одной и той же партии все больше и больше было до 64, чтобы дошло. Я не видел никогда, да. А до какого вообще бывает? 16 я видел. 16 видел. То есть один сделал 2, другой... 4, 8 и 16, да. Да, да, такое было. Но это они играли матч до 17 очков, поэтому там... Да, там еще кому-то выгодно же удвоение. Возможно, да. Сейчас мы рассмотрим как раз эти истории. Офигеть. Вот. А если ты, допустим, принял куб, потом показал мне по 4, а я уже вижу, что позиция моя хуже. Ты сдаешь 2 очка. Я сдаю 2 очка, да. Совершенно верно. Это очевидно. Вот давай поговорим про игрока, про игрока, которому предложили удвоение. Да. Насколько может быть плоха его позиция, чтобы он принял куб? И где та черта, ниже которой ему уже выгодно сдаться. Да. Ну, немного поэкспериментировав с цифрами, мы легко выйдем на значение 25%. Действительно, рассмотрим игрока, которому предложили удвоение и у которого ровно 25% на победу. На шансы. То есть шанс на его, да? Да, его шанс. Его шанс на победу. Предположим, да, рассмотрим 100 игр. Ну, 25% шанс на победу при Ойне. При Ойне, да. А на Коксы на этот шансов нет. Сейчас мы рассматриваем базовую стратегию удвоения. Да. Она не учитывает многих факторов, но для начального знакомства... Итак, рассмотрим 100 игр, в которых игрок будет пасовать. Да. Он проиграет 100 очков, да. А если он принимает, то 25 игр он выиграет по 2 очка 50, а 75 игр проиграет 150. То же самое, да. То есть при 25% ему все равно. Да. Ему все равно. Если шансы больше, то он принимает. Совершенно верно. Да. Если шансы больше 25%, ему выгоднее принять. То есть, в принципе, на самом деле, вот это удвоение происходит, когда ты считаешь, что у тебя больше 75, а я считаю, что у меня больше 25. Совершенно верно. А дальше то же самое, потому что просто масштабируется. Да. Да. Ясно, да. То есть дальше, да, дальше. Значит, про принимающего мы с тобой поговорили. А теперь, что мы можем сказать о игроке, который удваивает? Ну смотри, раз у меня преимущество, да, значит, мне выгодно продолжить игру по удвоенной ставке. Потому что я хочу набрать 2 очка или 4 очка. Но, как мы только что выяснили, если я дойду до преимущества 75%, то мой соперник может легко сдаться. И я наберу всего лишь 1 очку. Поэтому вот этот диапазон, да, где лучше всего удваивать, от 70 до 75%. Потому что если я выше зайду, соперник сдастся, и я заработаю всего лишь 1 очку. Понятно, да? Да. А здесь ему будет выгоднее хвататься шансов. Да, то есть у меня уже преимущество, но с другой стороны, он примет этот куб, и я продолжу играть с преимуществом. Наращу преимущество, а там уже он и... Ну там уже в зависимости от игры. И что еще хочу сказать, здесь важно использовать историю игрового взаимодействия между игроками. Что я имею в виду? Ну допустим, девочка Даша давно играет с мальчиком Нишей. Да. Вот они играют 5 лет. Да. Каждый день, ну часто играют. Даша про Мишу знает следующее. Миша не очень любит принимать куб. То есть даже если у Миши позиция чуть-чуть хуже, да, он предпочитает почему-то в осложнение не лезть, он предпочитает просто сдаться и... И проиграть одну очку. ...начать новую игру, проиграть одну очку. Так. Даша может эти знания прекрасно использовать. Ей достаточно минимального преимущества, да. И она выигрывает. И она показывает Миши куб, и Миша сдаётся. Она знает про него, что у него есть такая слабость. Или второй вариант. Даша играет там с мальчиком Витей. И в тусовке их про Витю известно, что... Отморозок. Она отморожена никогда не... Слово пас не ведает. Не знает, да. Он всегда... Он играет в свою позицию, шансы есть, он играет всегда до последнего, да. Даже если шансы мифические какие-то, да, он всё равно куб предпринимает. Ну, если позиция вообще пробивана, ну, тогда он спасут. Ну, если там 10-15% у него есть, Витя возьмёт. Вот с такими игроками торопиться не надо. С ними можно получить солидное преимущество, да. А потом уже удвоит. И он возьмёт. И проиграет. Да. Понимаешь, да, какой смысл? То есть с этими игроками мы не спешим. Мы уверены, что даже при большом нашем преимуществе куб мы не упустим. Да. Вот. Теперь мы поговорили про проценты. А как эти проценты применять в реальной игре? Вот давай рассмотрим конкретные примеры. Нужна какая-то интуиция. Конкретные примеры. Туиция, да. Туиция и точный расчёт, безусловно. Рассмотрим простую позицию. Так. Простую позицию, где уже игроки скинули почти все свои шашки. Вот у тебя осталось две шашки. А, там где уже просчитывается всё. Да, где можно просчитать. Совершенно верно. Итак, рассмотрим вот эту позицию при счёте 0-0. Да. В матче до 9 очков. Давай прикинем шансы. Бросок белых. Белых, да. Значит, сколько бросков из 36, как мы понимаем, у тебя удачных и сколько неудачных. Ну да, легче посчитать неудачных. Совершенно верно. Давай, давай посчитаем. Неудачные это 1-1, 1-2-2-1 неудачные всё ещё. 6-1, 5-1. А, единица вообще, если у меня есть единица, то я убегаю, да? Собственно, если ты кинешь старше единицы, ты в любом случае две шашки скинешь. Согласен? Да. А если ты кинешь с единицей, даже 6-1, да? Шестёрку-то мы скинем. Да, единица, то есть ты в один ход не выигрываешь, а тут сразу победа. А я скидываю в любом случае. То есть вероятность моей победы, это вероятность... Не кинуть единицу. Да, это, соответственно, 11 вариантов. Да. Но бросок 1-1 скидывает 10 вариантов. 10. Значит, шансы мои на победу в том, что ты попадёшь в эти 10 вариантов. Да, конечно. Сколько это процентов? 10,36. Я знаю, что 1,36 это 2,8. Не, ну 9,36 это 25%, значит 10,36 больше. 28. Так. 10,36, значит эта позиция 72 на 28. Вот мы установили шансы. 72 на 28. Можем ли мы в данном случае руководствоваться базовой теорией? Конечно можем, да. Итак, верное решение. Ты удваиваешь. У меня выше 25. Выше, у меня 28. Значит я принимаю. То есть в данной позиции белые должны удвоить, я должен принять, а дальше природа нам определит. Все, да, 2 очка. Природа определила, что Алексей выиграл 2 очка. Теперь изменим счет. Теперь изменим счет. Мы расстановку оставим ту же самую, изменим счет. Смотри. Теперь ты будешь вести 4-0 в матче до 9 очков. И у тебя будет, ты будешь владельцем единоличным куба по 4. Ну мы уже понимаем, что в этом гейме произошли интересные вещи. Да? Вначале очевидно, что ты мне удвоил, я принял удвоение. А в определенный момент я тебе дал куб по 4. И вот мы должны с тобой сейчас определить, выгодно ли тебе поворачивать мне куб по 8. Да. Или нет. Ты ведешь 4-0. Да. Ну мои рассуждения такие, что у меня есть сейчас, если я сейчас, ну как бы даже проиграю, то у меня будет 4-4. Совершенно верно. Да. А значит, если выиграю, то 8-0 это уже все. Ну практически все. Да. Согласен. То есть у меня ничья или все. Да. С неравными причем шансами. С шансами больше это на 8-0. А если я увосмиряю, то у меня есть почти 3 четверти, что я просто сразу победил. Но с другой стороны ты даешь мне шанс набрать 8 очков. И счет будет 8 четверти. Скорее тебе победить уже в дальнейшем. Да. Но надо прикидывать шансы, но возможно, что я не стал бы. Да. Совершенно верно. Надо прикидывать шансы. Потому что что такое куб? В чем его задача? Мы с помощью куба стараемся выиграть как можно больше очков. Да. Но в данном случае, если ты мне покажешь куб по 8. Ты примешь, потому что у тебя шанс. Потому что вот как я буду рассуждать. Вот я вижу перед собой куб по 8. Конечно, я его приму. Потому что если я сдаюсь, 8-0 меня совершенно не устраивает. Теория игр. А здесь я понимаю, что если я его принимаю и ты кинешь с единичкой, так я сразу наберу больше очков. Да, и вообще перевернешь всю историю. Поэтому тебе рисковать никакого смысла. Лучше, да. Никакого смысла. Так будет ничья. Да, есть шанс. То есть ты не ставишь матч под угрозу поражения. Понятно. Да. Совершенно очевидно. А вот теперь рассмотрим более сложный случай. Матч ведь, да? Да, да. Матч. Потому что твоя задача выиграть матч. Да. Значит, рассмотрим счет 5-5. Ух ты. Ух ты. В той же самой позиции. И ты владеешь кубом на 2. На 2. Кубом по 2. Да. Да. Очевидно, что ты фаворит в этой позиции. Да. Я тебе ставлю 4. Да. И ты понимаешь, что сейчас ты просрешь с вероятностью 3 четверти почти. Да. Совсем. Да. А если ты сдашься, ты будешь 7-5. То счет станет 7-5. И ты так и сделаешь скорее всего. То счет станет 7-5. Ты скорее всего сдашься. Потому что ты лучше потом попробуешь отыграть. А как все-таки точно рассчитать? Ну, надо с вероятностью выписать. И вот здесь, и вот здесь в нашем первом сюжете я предлагаю поставить такой вопросительный знак. Многоточие. Может быть наши зрители подскажут, как это сделать. Раз, 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 и мы рассчитаем. Как это сделать. И в следующем сюжете, в продолжении мы обязательно дадим точный ответ на этот вопрос. И продолжим анализировать позиции на более высоком уровне. Да, офигеть. Классно. Спасибо. Маткульт, привет, друзья. Нарт, привет. Спасибо, Тимур.